В правительство республики поступило обращение от депутатов Государственного совета Чувашии Новочебоксарского городского собрания, в котором выражается обеспокоенность с состоянием дороги по улице 10-й пятилетки. В письме говорится, что несмотря на построенную дорогу на полигон ТКО, крупногабаритный транспорт Чебоксар якобы продолжает добираться к месту назначения по Новочебоксарску. Министр природных ресурсов и экологии Сергей Павлов решил лично проверить, правда ли автопоезда со станции едут на полигон через город Спутник. Крупногабаритному транспорту дороги нет, но Чебоксарск, так же как и столица республики, закрыл проезд по дорогам города. Движение без специальных пропусков невозможно. Машины, перевозящие мусор по другому автопоезда, наполняются отсортированным и спрессованным мусором здесь, на мусоросортировочной станции в Чебоксарах. Сюда привозят отходы со всего города. Затем формируется автопоезд, который и отправляется на полигон твердых коммунальных отходов. Перевозится он по трассе, получается М7, через Атлашево на полигон на Чебоксарске. И на каждой машине, хочу сказать, что установлены датчики ГЛОНАСС, которые показывают любой момент времени, и какой маршрут проложила та или иная машина. На специальном компьютере отслеживается движение каждой машины. Установлена система GPS-мониторинга. Можно выбрать любую дату и любой автомобиль, чтобы узнать, как он двигался и с какой скоростью. Можно, как и онлайн, отследить, на каком момент она сейчас где находится. И можно даже историю поездок отсмесить. В частности, выбирайте любую машину, мы можем посмотреть ее маршрут. Номер 145-й. 145-й, говорите. Поездки мы отмечаем. В период времени любой выбирайте. 8 марта. Марта 8 марта. Давайте 8 марта, пожалуйста. Вот. Идет построение маршрута. Развязка вятки. Вот она, федеральная дорога, она вот красная. Поворот на Тлашево. Вот Новый Тлашево. И вот наш полигон, соответственно, здесь виднеется. Все, здесь произошла разгрузка. То бишь, данное транспортное средство за этот период, то, что мы сейчас запросили на 8 марта, отклонений от маршрута не имело. За два часа он уехал и вернулся. Ну, если будут отклонения, значит, соответственно, будем какие-то меры разбираться, в какой причине это произошло. Это просто так мимо не проходит, потому что мониторится. Это вот в течение дня. Давайте ради интереса возьмем период времени, месяц. Давайте. Вот выберем прошлый месяц. Вот машина данная в течение месяца не имела ни одного отклонения от нашего маршрута. Вот наш МПС. Наша съемочная группа решила проверить, как двигается только что загруженный автопоезд. Машина из Чебоксар свернула сразу на развязку. Кстати, автотранспортные средства управления отходами оплачивают проезд по федеральной трассе в системе Платон. Ежемесячно такие автопоезда перевозят почти 8 тысяч тонн отходов. Ежедневно пять машин делают по 3-4 рейса. Через Новочебоксар эти машины не ездят. Они очень хорошо отличаются от всех других. Это автопоезд. Если увидите автопоезд с двумя прицепами, то я считаю, что можете сразу обращаться к нам, и мы примем меры, если такое случится. По информации Министерства природных ресурсов, по Новочебоксарску двигаются мусоровозы, которые занимаются сбором и транспортировкой отходов в городе Спутники. Татьяна Молокова, Олег Якимов, Республика.